Весь Тихокассия на телеканале Россия. Я Елена Крылова и в начале главные темы сегодняшнего дня. Обратного пути нет. Депутаты обсудили газовый коллапс в республике. 69 рублей за десяток. Скачок цен. Законно ли это? Антимонопольщики рассказали о результатах проверки. Набраться терпения. Саяны неудачно отыграли первый домашний матч в новом сезоне. Помощи просит многодетная семья из Сорска. Женщина с тремя детьми, старшему из которых всего 4 года. В морозы в самом начале зимы осталась на улице из-за пожара. Государственные инстанции помощи пока не дают по разным причинам. Так что одна надежда на неравнодушных людей. Дом Лагуновых заполыхал вечером в прошедшую пятницу. Наталья только вернулась в Сорск со смены в санатории Туманном. Страшная новость застала по дороге в детский сад. Ее дожидались трое малышей. На пепелище приехали вечером, когда уже было темно. Я когда ночью приехала, показалось все целое. А утром в субботу пришли с братом, чтобы помочь, вынести, ничего не спасти. Обращалась в соцзащиту, обращалась в нашу администрацию. То есть в отдел образования. В отдел образования этим не занимается. В этом доме семья Лагуновых дружно прожила два года. Печки здесь не было, отапливались электроприборами. Ветхая проводка – одна из основных причин возгорания. Огонь уничтожил часть стены потолка. Вещи сгорели, либо испорчены копотью. Лагуновы остались ни с чем. Сейчас многодетная семья с тремя детьми четырех, трех и двух лет живут в доме у бабушки. Теснота, малыши спят на одной кровати. Здесь же вещи, которые собрали добрые люди в помощь погорельцам. Это соседи, мамы из детского сада, куда ходят все Лагуновы. 25 тысяч рублей пожертвовали коллеги из санатория «Туманный». От государства помощи пока нет. Выяснилось, что у мэрии нет законных путей для поддержки погорельцев, чей дом не был застрахован. Я по закону из бюджета помогать не могу в данном случае. Не имею такого права. Но как люди нормальные, мы стараемся сделать все, что можем сделать вопреки закону. Я обратился к предпринимателям города. Они сейчас формируют, покупают батареи, трубы, чтобы бесплатно зайти и сделать отопление. Мы обратились на ГОК. ГОК сейчас тоже собирает помощь. Просто люди скидываются и собирают помощь. Мы ей предложили оформить документы для получения единовременной материальной помощи, как гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. То есть намерены помочь всем миром. Но если кто-то откликнется из Хакасии, то эта помощь лишней для многодетной семьи Лагуновых из Сорска совсем не будет. Номер помощи можно узнать по телефону нашей редакции. 22-72-82. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Сегодня. И есть ли какие-то конкретные решения, знает Ольга Стильмах. В яму банкротства Хакасгаз спускался медленно. Отрицательная рентабельность, низкая платежеспособность. Нестабильно предприятие работало последние пять лет. Крайняя точка – сдерживание тарифов. Субсидии не покрывали фактические расходы. Хакасгаз погряз в долгах. В отчетности за 2011 год сумма полученных убытков за один год составляла 22 миллиона рублей. С каждым отчетным периодом происходил рост непокрытых убытков, сумма которых к концу 2011 года, то есть это тот период, когда принималось решение по конкурсному производству, достигла 54 миллиона рублей. Кому было выгодно банкротство Хакасгаза, сегодня этот вопрос ушел на второй план. Правительство вместе с парламентом ломают голову, как сгладить уже наступивший газовый коллапс. 100 тысяч человек в Хакасии пользовались газом. Из них 25% получали голубое топливо из газгольдеров. Основные поставки – Абакан, Черногорск и Усть-Абакан. Здесь шансы сохранить газоснабжение очень высокие. Эти три муниципальных образования, хочу обратить ваше внимание, это 86% домов и квартир, которые пользуются газом. Поэтому оставшиеся 14% – это Абаза, Алтайский, Ширинский и Аскизский район – мы предлагаем этим муниципалитетам перейти на электропищеприготовление. Вариант перехода на электричество жители Хакасии не отвергают, но у людей остается надежда. Власти найдут альтернативное решение. «Недовольство есть, но люди понимают, что люди сегодня заняли такую выжидательную позицию, понимая, что однозначно в одну минуту этот вопрос не решишь. Я думаю, что до 15 декабря, я думаю, наверное, все станет на свои места. Конечно, я сторонник того, чтобы вернуться на старую схему». Старую схему не вернуть газифицированные дома оценил Ростехнадзор. Заключение – их эксплуатация невозможна, оборудование устарело. К тому же эти населенные пункты, в том числе и Абаза, названы центрами убытка. Доставка газа сюда просто невыгодна. Как заверил министр регионального развития Сергей Новиков, республика поможет городам и районам безболезненно избавиться от газа. Сетевые организации уже закупают необходимое оборудование, чтобы заменить слабые проводки. Но сделать это в короткие сроки не выйдет. Необходимо слишком много средств. Ольга Стильм, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Антимонопольный комитет опубликовал результаты проверок, проведенных на единственной в республике птицефабрике, где производят куриные яйца, и на нескольких точках розничной торговли этой продукцией. Поводом для инспекции стал резкий скачок цен в октябре. А по данным Хакасстата, ни один социально необходимый продукт так не дорожал в этом году, как куриные яйца. Впрочем, птицефабрика, как показала проверка, работает всего лишь с небольшой рентабельностью. И там себестоимость продукции поднялась обоснованно. По последней информации, предприятие отпускает яйца по 45 рублей за десяток. Все остальное – розничные накрутки. Но и в торговых точках нарушения антимонопольного законодательства не выявлено. Есть так называемые фирмы-посредники, через которых осуществляется закуп этого яйца у птицефабрики. Соответственно, потом осуществляется перепродажа. Каждый накрутил, и получилась вот такая цена. Но говорить здесь о ценовом сговоре розничной сети мы тоже не можем, потому что цены относительно у всех были разные. В ноябре, и это официально подтвержденная информация, цены продолжали ползти вверх. Остановится ли их рост в декабре? А также, что говорят о повышении цен работники самой птицефабрики и где можно купить их продукцию по минимальной цене. Об этом репортаж в нашей итоговой программе в воскресенье в 10.20 на телеканале «Россия». В Абакане убита 17-летняя девушка-сирота. Обстоятельства ее гибели полицейские выясняют. Сегодня Юлия Константинова побывала на месте преступления и встретилась со свидетелями. Ее достали просто. Ее доставали несколько месяцев. Никакого другого объяснения поступку своей гражданской жены Олег Евгеньевич не находит. Эту комнату в общежитии они сняли по случаю. Меньше полугода назад, но уже собирались съехать. Причина – шумные соседи. Человек, который уходит 5 часов на работу, представляете, 5 человек сюда мужиков заходят, 2 девчонка малолетних, заходят сюда и устраивают здесь постоянно бедламу. Сегодня в 7-м часу утра конфликт закончился трагедией. По свидетельству очевидцев, женщина вновь сделала внушение несовершеннолетней соседке и ее подружке за то, что громко разговаривали, слушали музыку, мешали спать. В ответ подруги стали оскорблять соседку грубой нецензурной бранью. Со слов подозреваемой она взяла нож для того, чтобы напугать девушек. И в ходе ссоры случайно нанесла одну из них удар ножом в область грудной клетки. Именно в этот момент домой возвращалась с соседкой по этажу. Увидев девушку, истекающую кровью, Дина начала будить соседей, просить вызвать скорую, милицию. Пыталась оказать первую помощь. Вот эта девушка, которую убили, это однокрупница моей младшей сестры. Ей всего лишь 17 лет. То есть ей даже 18 лет нет. И я просто когда стояла, я просто понимала, что это мог быть моя сестра, дай бог. И от этого действительно очень страшно. Но если даже она выводила на агрессию, ну не выходи, ну ты же старше. Тем более женщина, которая это сделала, ей очень, ну как, довольно-таки нормально лет. Я не знаю, здесь никакие отговорки и ничто другое, как бы, ну, я просто не понимаю, как. Сейчас подозреваемая задержана. Следователи считают, 33-летнюю Юлию Гаврилову необходимо взять под стражу. Хотя женщина не отрицает вины, из-за которой может лишиться свободы, на срок от 6 до 15 лет. Юлия Константинова, Дмитрий Парахин, Вести Хакаси. В Хакаси охотник принял своего товарища за дичь и подстрелил. Пуля угодила мужчине в живот, он жив, но до сих пор в реанимации. Все произошло недалеко от Туима, это в Ширинском районе. На охоту мужчина отправились втроем. И как позже пояснил виновник инцидента, выслеживая зверя, он перепутал своего товарища с дичью и сделал выстрел. Пострадавшего доставили в больницу, у него оказалась прострелена селезенка. Врачи сделали срочную операцию, сейчас продолжают наблюдать за пациентом. Стрелявшего охотника теперь обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сегодня утром Тува встретила Олимпийский огонь. Эстафету Кызыл подхватил после Хакасии. Накануне главный символ Сочи-2014 побывал на Саяношушенской ГЭС и в Абакане. Маршрут эстафеты Олимпийского огня у нас был одним из самых коротких, чуть более 10 километров. Но это не помешало показать республику всему миру во всей красе. Олимпийский факел по гребню Саяношушенской ГЭС и улицам Абакана несли 60 выдающихся жителей Хакасии, прославивших ее в области спорта, культуры, искусства, бизнеса. Один из счастливчиков, номинированный представляющим партнером эстафеты компанией Ингострах, житель Черногорска Валерий Алаев. Водитель Белаза на угольном предприятии профессионально занимается футболом более 35 лет. Обладатель Кубка Республики Хакасия, неоднократный серебряный и бронзовый призер, лучший вратарь Хакасии. Я, в общем, рад и горд за то, что мне предоставили такую возможность сжать флакула. Это обычный раз в жизни бывает. И вот, я не знаю, по улице когда-нибудь это или еще один, нет. Но для памяти, для своих, как говорится, детей, для внуков, все это. Маршрут по Абакану марафонцы преодолели более чем за два часа. Торжественное зажжение чаши, подаренной представляющим партнером эстафеты, компанией Ингострах, проходило уже вечером на Первомайской площади. Завершился этап эстафеты красочным фейерверком под овацией жителей республики. Финал эстафеты Олимпийского огня на Первомайской площади получился ярким и, главное, действительно всенародным. Настолько, что его даже стали сравнивать с Днем Победы. Друзья, давайте поддержим финального факелоносца! Петр Макарчук – финальный факелоносец, которому выпала честь зажечь чашу Олимпийского огня в Абакане. Он мастер спорта международного класса по бобслею, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер Кубка мира, чемпион Европы, трехкратный чемпион России. Я видел зажжение Олимпийских огней на стадионах Сотлэйк-Сити и Турино. Я испытывал тут чувство гордости за свою страну. Я благодарен оргкомитету Сочи 2014, что доверил такую честь – зажечь факел Олимпийского дня в городе Абакане. У нас есть самый великий праздник – День Победы. И вот по масштабу, наверное, это близкое празднование Днем Победы в России. Я сегодня посмотрел, я давно не видел такой консолидации нашего общества, населения, всей страны. Самое главное, знаете, через этот огонь мы действительно, наверное, единственный такой момент за крайнее время соприкоснулись, как будто стали одним целым, вся Россия, матушка. И еще о спорте. Набраться терпения попросил болельщиков главный тренер хоккейной команды Саяна и Виталий Лозицкий. И судя по результатам первой домашней игры, самообладание действительно будет необходимо, чтобы как-то переносить неудачи в подобные вчерашней. Перед первым домашним матчем по традиции открытие сезона. Хлеб-соль участникам игры, государственный гимн, болельщики на трибунах и приветственные речи. Конечно, все не столь торжественно, как в прошлом году и даже с долей легкого уныния от того, что теперь не так, как год назад, когда начинали сезон в элитном дивизионе отечественного хоккея. Турнир, в котором Саяны начали новый сезон, называется первенство России среди команд высшей лиги. Но дело в том, что определение высшей не отражает сути дела, ведь по сути это второй дивизион. В соперниках у Саян дублирующие, то есть вторые составы клубов Енисей, Сепсельмаш, Байкал, Кузбасс. Стоит напомнить, что из элитного дивизиона команда выбыла отнюдь не по спортивному принципу, а в связи с финансовой несостоятельностью. И намерена восстановить утерянный статус, сказал президент Республиканской Федерации хоккея с мячом. У нас задача стоит все-таки уйти от высшей лиги в Суперлигу. Для этого нужно решить главную задачу финансирования. Это перспектива год-два от силы, не более двух лет. Через два года точно мы должны быть в Суперлиге. Может быть год. С командами высшей лиги отношения у абаканского коллектива пока складываются с переменным успехом. В четырех предыдущих матчах у соперников в гостях две ничьи и два поражения. А в первой домашней игре с Кузбассом дела не заладились уже с первых минут, что явственно отражалось на табло. Но все-таки и команда у нас молодая, средний возраст игроков, 21 год. И из-за отсутствия искусственного льда не было возможности для полноценных тренировок. Ну нормально, просто терпение болельщикам нужно. Я просто попросил бы терпение болельщикам. И все. А так мы работаем, я думаю, что в правильном направлении, если что-то меня поправит. То, что мы имеем, силаться на то, чего нет, то, что есть, то и есть. Мы работаем в тех условиях, какие у нас есть на сегодняшний день. В этом матче удача улыбнулась Саяном лишь однажды. Был момент, когда соперники нарушили правила вблизи ворот, за что полагается пенальти, и он был реализован. Но итоговый результат неутешителен. 1-5. А сегодня вторая игра и тоже с Кузбассом. В высшей лиге такие правила. Матчи спаренные. По итогам турнира он завершится в начале марта. Две команды получат право перейти в элитный дивизион. Но с условием, что у них не будет проблем с финансированием. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов. Вести. Хакасия. Матч идет на стадионе Саяны в эти минуты. Счет уже 2-0 в нашу пользу.